Всем привет друзья! Сегодня появилась новость, которая думаю на первый взгляд заинтересует лишь узкий круг людей, играющих в танки. Но если углубиться и призадуматься, это событие коснется всего проекта в целом и каждого из игроков по отдельности. Компания Wargaming закрывает VGL. Это означает, что киберспорту можно помахать платочком. Киберспортсмены уходят из игры. Больше мы не увидим гранд финалов и других крупных мероприятий, которые привлекали миллионы зрителей по всему миру. Из слов директора по паблишингу компании Wargaming Маркуса Шиля. Цитата. И следом отрезок из этой же новости. Танковый киберспорт развивается в большом количестве форматов. Самый успешный из них соревнования профессиональной Wargaming Net League, ставшие местом встречи лучших танкистов со всего мира. Трансляции гранд финала VGL в мае 2017 года смотрели более 3,5 миллиона зрителей. Достижение VGL это результат совместной работы компании и участников многомиллионного сообщества World of Tanks. Из новости следует, что компания Wargaming будет искать новые направления для реализации игроков-профессионалов. Но я как-то очень сильно сомневаюсь, что те, кто еще остался, захочут ждать чудо и возрождение киберспорта в танках. Давайте подумаем, что же из этого следует. Киберспортсмены это те игроки, которые, как правило, являются основоположниками развития и продвижения проекта. Ведь именно они достигают всего раньше всех, и именно к их мнению прислушиваются разработчики, внося изменения в игру. Многие из них являются владельцами каналов на YouTube, ну и естественно Twitch. Конечно, таких игроков единицы, примерно 2-3% от общего количества игроков в танках. Но именно эти игроки находили подсадки, хорошие позиции, и именно по их видео и гайдам многие учились играть в танки. Игра теряет зрелищность и медийность. Это очень сильно скажется на ее рекламе в массах и, естественно, на притоке игроков. По сути, киберспорт умер еще год назад, когда Na'Vi заявили о прекращении контракта с всеми известной командой, которая сейчас выступает под названием Rush. Смерть киберспорта была лишь вопросом времени. Конечно, речь не идет о конце света и проект будет существовать, но развитие игры уже никогда не будет на пике, и мы с вами наблюдаем сейчас явный спад и ее деградацию. Все, чего стоит ожидать в дальнейшем от проекта, будет серостью. Новые имбы, бесконечные донаты, сливные бои. 80% игроков в рандоме уже сейчас представляют из себя красно-оранжевый суп из тех, кто пьян игроков-новичков, детей и ботов. Ну и еще может быть кого. Хочу ли я играть в такое? Хочу ли я платить еще и деньги за это? Однозначно нет. Я не призываю кого-то уходить из проекта и не поднимаю никакой паники, хайпа и прочей ереси. В этом видео я рассуждаю лишь над фактами и только над тем, что может увидеть и пощупать каждый из вас. Компания Wargaming создает турниры и делает все ради того, чтобы удержать игрока. А взамен вы получаете танки 4-6 левела, которые по сути ни фармить не могут, ни не представляют из себя ничего интересного. Ну разве что ради коллекции. Перед этим была провальная кампания на глобальной карте. К концу списка неудач картошки нет. Начиная с Рупикона и замаравшись, какую бы в будущем игру они не выпустили, адекватные люди и те, кто потратил на эту игру годы, уже никогда Wargaming не поверят. Я почти уверен, что доходы, которые может еще заработать картошка, давно подсчитаны и поделены. И вот самое главное, что от игры уже давно лично я не испытываю удовольствия. Ни в одном из ее форматов. Я думаю, что многие так же. Но почему-то мы продолжаем как наркоманы возвращаться сюда, сыграв несколько боев и снова взлетев со стулом в небеса, уходим. Уходим, чтобы отдышавшись через сутки-двое вернуться сюда. Мир вам и вашему дому. Удачи в боях, будьте неладны. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если согласен со мной. До новых встреч. Пока-пока.